поехали не спеша многие еще не вернулись кухни посмотрю пока на своих гостей приятно когда новички есть но просто замечательно ради этого и продолжая шутками 4 года каждый выходной мой каждый понедельник как-то мы все время один или два раза пропустили за все четыре года по техническим причинам причем а 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 вот и елена это кто елена интересно узнать Александр Алексеевич, как вы меня стерпите уже в троих десятых лет, уважаемый главный редактор, самый смелый журналист в России после того как меня попросили с международной конференции и запретили печатать, вы наоборот меня начали печатать, я до сих пор поражаюсь, как вы смогли так, а помните, что написала та дама, железо пишет, декультурные деревья появились на земле раньше человека, вот, она написала, железо несет дичь, вот, а мне это и надо, понимаете, я совершенно не обиделся, знаете почему, заметили, ведь, чтобы так среагировать, надо заметить, даже как я сказал, что я благодарен этой самой Медведевой Натаче, Наталье, да, за то, что она написала, что железо это, бред, что это бред, она мне дала возможность еще на несколько вебинаров растянуть это доказательство, свои эмоции, вот, лишний раз подчеркнуть, ведь все это попадает в Яндекс и в этот, и в Ютуб, а там пройдут годы, там будут десятки и сотни тысяч просмотров, это ей благодаря, потому что одна пишет, что железо чушь, другая бред, вот, да, Александр Алексеевич, знаете, как я вам благодарен, я пишу вашу фамилию, у меня сразу тепло на душе, а ваше сравнение, вы меня с Алдаковым, с Щедриным сравнили, было? было, а для меня это высочайшая часть, потому что в грамоте мужика, чем бы я не встречал среди его журналистов, вот так вот, ну что, друзья, давайте пойдем дальше, время идет, так, Леонид вырисовал солнышко, что ли, Елена приветствует всех, а нет, в общем, Леонид, короче, отметился, Елена приветствует, Антонина, здравствует, Михаил приветствует нас, Юрий, брат, всем привет, здравствуйте, Бухтияров, Казахстан, всегда на месте, очень приятно, Михаил, всем здоровья, нелегкое время, да, время нелегкое, так, виноградов, здравия, знаете, когда, эта фраза, она тогда такая важная, мы когда-то тоже были, страшное время, интеллигенция в загоне, нищета, и вот тогда появилось то самое выражение, Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке, помните, мы собирали деньги, тем, кому они нужны были, чем нам, так, виноградов, здравия, Галина, приятного вечера, ну, спасибо, если это приятный вечер для вас, я тут так шашкой намахался, Забайкалия, Валентина Олеговна, привет, Багринцев, Виталий, о, Багринцев, Виталий, давненько я тебя не видел, по-моему, ты тут, наверное, в записи смотришь, вот, один из самых верных, так сказать, Валентина Курган, добрый вечер, Влад, Нижний Новгород, всем привет, Свинин, всем привет, как вашу фамилию, просто сразу ящики с фруктами перед глазами стоят, И где, в Архангельске, да ни черта не должно расти, вот, Галина Подольская, привет, Хабаровска, Смотритель Ишкарала, здравствуйте, ой-ой-ой, я тогда не попутал, Катумасийский Ишкаралой, если попутал, извините, Тут в Верхкороле царствует Александр Николаевич, а там царствует, так, в Ханты-Мансийске царствует, а я только вспоминаю, тут забываю фамилию, это моя беда, вот, там наш главный волшебник, Так сказать, смотрящий по северу России, вот, ладно, походу вспомню фамилию, это у меня провалу памяти, никуда не денешься, хочется, вообще ничего не помню, так, Шелепов, здравствуйте, Курган, Курманова, доброго вечера, Дмитрий Кузнецов, всем привет, на я, на я, Декс Дзене идет тематическая подборка, если человек посмотрел один раз в ваш фильм, то потом постоянно ему приходит большая подборка ваших фильмов, поздравляю, теперь вы на многих мониторах, ух ты, и что-то я не заметил такого, что надо будет, чтобы мой брат посмотрел, правда это, Вот, сейчас, да, вот так показалось, мы с братом их, как горячие пирожки, эти фильмы делаем, да, сейчас с повторами, или делаем тут же, и тут же параллельно отдельный фильм, но почему, потому что количество берем, а если там действительно будет, так вот, приходить подборка, Хотя я сейчас не верю, я буду только рад этому, попробуйте Полевкину, ее переубедить невозможно, она денег не откажется, даже и скажется, погибло миллион, после вашей, это, обрезки погибло миллион деревьев, она скажет, ну и что, за тонну не ходи, на погибшем дереве плоды мелкие были, ну что они такое сочинят, ладно, идем дальше, что-то моргает, Это что-то моргало, но нам не сюда, так, вот стоило выйти оттуда, теперь попробую назад попади, а вот попал, так, ну будем надеяться, что вы правы, Дмитрий, что тогда мой эфир станет больше просмотров, черенки в подвале сыроватый, иные покрываются паутинкой, может извлечь пакеты подсушить, поместить более холодный предбанник с подвала, да, конечно, нельзя, чтобы покрываться паутинкой никакой, то есть подвал он сильно сырой, я спасался как, у меня в деревне подвал был такой сырой, что там бетонный, стены кирпичные, а потолок бетонный, и с него аж прям в налочи не капало, ну уж махли некуда, но я как спасался, я брал полиэтиленовые пакеты, плотно, свинком обматывал, и один пакет, или это был толстый-толстый пакет, вот эти, или это были обычные мусоры внутри пакета, упаковал капитально, без отступа воздуха, и в этом сыром подвале не лежали, и не портились, ну и само собой, ведь этот подвал был довольно холодный, от этого тоже влияет, ведь, хоть я и уважаю грибы, но грибы, они едят органику, вот, пусть мертвую, но органику едят, и тогда получается, что их количество погреби, тем больше, чем он сырее и теплее, ну, знаете, что жир какой гриб, ну, знаете, что грибной должен, погребы, они все грибы, и погребы, и в лесу без разницы, вот, теперь, значит, получается, так, сейчас я вот это вот так уделаю, нет, не получилось, а может быть, вот так и надо было, так, плохой я компьютерщик, в общем, до конца разговора, там, может быть, у вас погребы чуть теплее, некоторых подполья называют погребом, а подполье всегда теплее, получается, что грибы бы при температурах у нуля, они бы молчали бы, ждали бы потеплений, а если у вас, допустим, плюс 5 уже можно, а плюс 10, не дай Боже, так даже посреди зимы, вот их раздоли, они уже будут по млечку ждать по, это, ведь когда и грибы оживают, тогда, когда портятся черенки, это процесс взаимный, так что, возможно, у вас немного тепловато там, так, идем дальше, Виктор, подскажите, у каких чисел созревает розмарин, аппорт, медовый и другие ваши, в сентябре, все созревает в сентябре, но дотягивают до октября и даже морозов, розмарин, это с теневой стороны, раз, вот, аппорты, это все-таки не зимние, не летние, ну, скорее осенние сорта, хотя могут лежать до Нового года, вот, и другие ваши яблоки, в общем, ориентируйтесь, что созревает в сентябре, некоторые особенности теневой стороны, это еще зависит от того, от конкретных условий, можно дотянуть до октября и даже ноября, а там уже, глядишь, морозится, они висят, сколько я показываю таких фильмов, я хожу, а кругом или яблоки не висят, а уже на улице снег, так, всем привет из Москвы, доброго здравия, как долго нужно ждать плоды груши, нарядные фильмы, ага, выращенные сенца, или обязательно прививка, заранее благодарю, так, понятия не имею ни разу в жизни ни одного плодика груши, нарядные фильмы, выращенные сенца я не получал, допустим, вас, вы набрали с нагрузкой, да я, знаете, что творил с вами, возможно, это из моих подарков, я несколько тысяч семечек нарядных фильмов, ну, выражает такое, ну, не выбрасывает, жалко, лежат груши сплошным, каждый шаг на грушу наступает, вот, тут же пир для всех, для мышей, для, а я это отлушаюсь, когда буду спокойно, пир для мышей, для муравьев, для пчел, для ос, для этих самых, для, все, все, все жрут эти, и это нормально, и никаких этих граблей, никаких этих компостных куч, вот это есть компост, лежат и лежат, жалко было, я собрал тысячи семечек и разошел вам, это моя ошибка, может быть, или наоборот, это мой подарок от души, это вы мне потом расскажете, ладно, чем дело кончится, я ж не вам, я несколько тысяч семечек разосал, вы видели, как заказ, так семечки нарядные, а вы не просили, так было, это вы мне потом расскажете, ладно. Редактор субтитров А.Семкин